И мы, когда вы посмотрите на наш концерт, вы увидите, что принцип у нас такой знакомить и совершенно новым с тем, что только с авторами начинающими, но уже очень хорошо себя зарекомендовавшими, а также с авторами, которые нам известны очень давно, чьи песни идут с нами по жизни. Вот, собственно, смотрим. 21 октября. Лауреат Обнинской ноты, ставший в том же году лауреатом Грушинского фестиваля 2016 года. Не первый, кстати, наш лауреат, ставший лауреатом Грушинского. Так что Татьяна Винокурова из города Твери. Молодой автор, ей всего 25 лет, но она уже выступает в Москве и в других городах с известнейшими авторами. Ее многие знают. Знают ее поклонники бартрока и поклонники авторской песни. Нас она просто вот сразила свои экспрессии на Обнинской ноте, своими текстами, своей эмоциональности. Вот, ну а что такой фестиваль? Ну что, мы там послушали пару песен. Вот она к нам приедет и будет ее сольный концерт. А в этом же зале? А 5 ноября мы ждем своих, так скажем, давних знакомых, которые в 2016 году были уже почетными гостями нашей Обнинской ноты. Тут в этом зале будет целый ансамбль. Так что и поклонникам хорошего звучания, а не только поэтической, и поклонникам поэтической песни, и поклонникам поэзии, я думаю, все будут довольны. Григорий Донской и Ксения Полтева в сопровождении Олега Козлова, это известный перкуссионист, который выступает с разными группами. И Павел Ерохин, флейтист, совершенно волшебный человек. Мне кажется, он ангел просто. Такой он не от мира сего. И у нас сегодня аттракцион невиданной щедрости. То есть если вы успеете сегодня в кассе купить билеты на эти концерты, они будут по льготной цене. Так что торопитесь. И вот такая бумажка. Это называется обратная связь. То есть если вы хотите получать из первых рук информацию о наших концертах, мероприятиях, спектаклях, фестивалях, вам достаточно оставить свои координаты. Телефон, может быть, e-mail, как вам удобно. Вы попадаете в нашу рассылку и будете получать эту информацию. И не надо надеяться ни на газеты, ни на афиши. Все будете знать. Да еще в таком развернутом виде. В письмах я всегда напишу, кто приезжает. Ну, а представлять нашего гостя сегодня долго, я думаю, не имеет смысла. На самом деле для нас это большая честь и большая радость, что мы, когда вот нам исполнилось 10 лет, можем себе позволить такой подарок вместе с вами. Алексей Ивашенко у нас в гостях. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое, что пригласили. И спасибо большое, что пришли. Правда, судя по всему, не все, но это не страшно. Я здесь же у вас был, но, правда, не в этом зале. Но был давно, но, как выяснилось, вообще уже невозможно, как давно. Потом вы были на ноте, недавно. На ноте был, да. 2012 год, Огненская нота пятая была. Ничего себе. Мне кажется, в прошлом. Да, мне тоже кажется, недавно. А выяснилось, что уже прошло много-много времени. Два слова о себе. Просто, чтобы вы понимали, с кем я эти делаю. Меня зовут Алексей Ивашенко. Мы с моим другом Георгием Васильевым лет, наверное, 30 подряд сочиняли песни. Потом сочинили мюзикл «Норд Ост». Поставили его в Москве. Он у нас шел целый год. Это было уж 15 лет назад. После этого совсем разными делами занимались. Кто только чем не занимался. В любом случае, для нас всегда вот это занятие было своего рода хобби. И оно таковым и остается. Это не основное мое дело. Хотя мое основное дело, каким-то загадочным образом, очень сейчас с этим сблизилось. Сейчас расскажу в процессе концерта. По первому образованию я заканчивал географический факультет Московского государственного университета, кафедрой физической географии зарубежных стран. То есть я как бы профессиональный путешественник. А по второму образованию я актер. Я закончил институт кинематографии, в который поступил после университета, в мастерскую Сергея Федоровича Бондарчука и Рима Ксати Маскопцевой. И с тех пор я еще и актер. Вот, собственно, все, что нужно знать для того, чтобы понять, что вы сейчас услышите. Я, с вашего позволения, начну с очень старых песен, которым по 30, по 40. Иногда с драгой, думаешь, люди столько не живут. А-а-а! Ужас! Но, тем не менее, они каким-то образом, эти песни остались в репертуаре и никуда не делись. Все изменилось, страна изменилась, отношение к этому изменилось, к этому это дело изменилось, понятие слета авторской песни изменилось. Раньше люди бежали в лес для того, чтобы услышать там, что они не могут услышать нигде. Сейчас они идут в лес просто потому, что идут в лес. Он просто им нравится в лесу, и все. Услышать это можно где угодно. Из любого утюга, если вы хотите, вы можете найти, подключив его к интернету, все что угодно. Но это не важно. Важно то, что какие-то вещи, какие-то художественные принципы, на которых все это базировалось, они сохраняются. Да, их стало... Их по крупицам приходится собирать по всей стране. Кстати, я время от времени буду прерывать свое выступление рекламными роликами, ладно? Первый рекламный ролик. Ксения Полкиева, Гриша Донской. Прослушиваю не обязательно. Спасибо. Ребята, просто прослушиваю не обязательно. Еще раз говорю. Не потому, что это как здорово, как здорово, вау. Нет, это совершенно другая история. Знаете, как в математике. Есть люди, которые занимаются чистой математикой. Вот просто ради математики. Так Ксения Полкиева и Гриша. Они занимаются чистой поэзией. Просто потому, что кто-то должен этим заниматься. Вот просто должен кто-то заниматься вот таким вот выстраиванием слов и сплетением из них чего-то. Я в значительно меньшей степени этим, в значительно большей степени развлекаю в почтении Широ Бубликова. Не договаривая фразы, Вдруг благодатно замолчать. Быть понятым друзьями сразу, В глазах сочувствия встречать. И благодарно замолчать. Недоговаривая фраза. Судом друзей не будет встревичен Наш самый безрассудный шаг. С чужими часто Все, все не так. Закон непонимания вечен. Но даже наш неверный шаг Судом друзей не будет встречен. Мы об одном всю жизнь мечтаем Быть понятым и понимать Мучительно в других врастает Снять отчуждение печаль Чтоб благодарно замолчать В глазах друзей себя читая На полусловие замолчать В глазах друзей себя читая Вдруг благодарно замолчать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok